Всем доброе утро! Ребят, вы не поверите, но мое утро уже в 8.30 начинается с улицы. Я не знаю, почему я резко в... Смотрите, опять электричка. В 8.20 я открыла глаза просто резко. Хотя мы вчера опять же поздно уснулись, сегодня воскресенье. Рассчитывали, что мы будем долго спать. В 8.20 я открыла глаза. Встала, хотела попить воды и дальше спать. Но собака начала проситься очень активно. У него что-то с животом. Я собралась быстро и пошла с ним гулять. 10 минут назад, короче, я еще спала. Ужас. Видите, еще вон в окнах нигде свет не горит. Люди спят. А мы уже шлендэм. Отпустила Торик спадка. Вот. Но мы ненадолго, я думаю, сейчас с отрицах. Так что хорошего всем дня. И нам. Алена. Утро с омлета. И сегодня я решила вам показать свой рецепт омлета. Смотрите, ну, у меня здесь 5 яиц. Потому что я на всю семью готовлю. Ну, Вика опять же не ест у нас яйца. А так остальные поедят. В общем, 5 яиц, соль и молочко. Еще можно, чтобы у меня был пышнее такой, добавлять муку. Но сегодня я, наверное, не буду добавлять. Надеюсь, он у меня и так поднимется. Значит, сейчас я его взобью. Ну, сейчас все так же, как у Алены. Я просто покажу свою идею. Как я дополняю. Сейчас я его взобью. Подождем, пока переверну. Вы не поверите. Это, конечно, забавно. Именно сегодня я ставлю перевернуть. И он весь порвается. Так что с маслом больше крепляется. Но, значит, вы будете делать так. Значит, что я делаю. Я все же посыпаю салочком. Вот так вот. Немножечко. И сейчас выложу сюда еще помидорки. Вот, вот, прям. Он, как бы, так, потом добавит такой свежий. А, не, догоняйся. Вот, сейчас я опять накладываю крышкой. Сверху немножко подставим. И будет такой обрез. Сверху, пневерки, пневерки. Но тоже очень вкусно получится. Сверху можно пневерки. Представительная. Есть такая соль. Солосой, по крайней мере. С приправой. И для него мы все закончили. Соро, не купай. Ага. Видели, закончилось. Хорошо. Сделаем по-другому красивым. Мы посыпаем черную соль. У нас в монастыре продается вот такая черная соль. Сейчас вообще много людей продается такая соль черная. В монастырях я имею в виду. Мы, по-моему, просто в магазинах прожились. Мне нравится. Так, сейчас это все у меня хватает. И вот такая у нас импровизация получилась. Сыр у меня жесткий, поэтому цирка вряд ли подпал сильно распаялась. Хотя вот здесь вот где-то паялся. Смотрите, попаялся. И будет у меня такой порционный обментик. Тоже, думаю, вкусно. Сейчас попробуем. Красота у меня получилась. Сыр подплавился, естественно. Вот помидорка у меня тут. Мои все еще спят. Буду кушать только я. Папа сегодня, наконец-то, выходной. Он будет отсыпаться. Вот. Потом он проснется. Я ему сделаю вкусный завтрак. У нас такая традиция, когда он долго спит, просыпается. Я ему готовлю какой-нибудь большой такой хороший завтрак. Потому что в дне будня он обычно выпивает чашку кофе и бежит. Утром мы мало кто едим так вот по будням. Вот. Ликуська проснется. Посмотрим, что она будет завтракать. В общем, сегодня, конечно, опять планов громадьё. Ну, что успеем, то успеем. Сегодня выходной день. Сегодня еще планируем, Лика просит картофельную запеканку приготовить. Надеюсь, мы сегодня приготовим. Тоже покажу вам рецепт. Вот. Ну, начинаем этот день. Погнали. У нас сегодня выйдет видео на канале закупки из Фикс Прайс. Новогодние. Мы там показываем обзор. Вчера у нас вышло для дома. Мы сняли то, что купили. И сегодня выйдет то, что купили для Нового года. И вот я купила там две такие штучки. Это ароматы для дома. Многие на них жалуются. Говорят, что они очень невкусно пахнут. Мне они очень нравятся. Вот. Еще у них такие всегда прикольные картинки. Сейчас я достану. Давай. Ой. Ой-ой-ой. Как же так. Ой, я оторвала. Ладно. Придется, значит... Ой, как обидно. Но это... Придется это, значит, так просто поставить на кухню, чтобы был аромат. А ту, которую мы вчера открыли в видео, посмотрите. Я вот хочу повесить в общий коридор как раз у нас. Будет пахнуть. Соседям вкусно будет и нам. И в тот раз вчера то, что мы открывали, достался пигвинчик. Он... Он с ароматом мандарина. И вот я хочу ее у нас вот в общем коридоре. Мы вообще его украшаем всегда. Сейчас куда-нибудь здесь его пристрою. Вот здесь как-то провода. Не очень обрядно. Короче, о! Вот так повесишь его. Будет здесь пахнуть нам очень прикольно. Еще, наверное, парочку куплю, чтобы побольше аромата было. Собираемся обедать. Сходили в магазин уже. Как-то ничего у нас не происходило такого, чтобы снимать. Хотела сказать вам вот сейчас, может быть, кому-то вдруг это будет полезно. Покупаю вот такие котлетки. Давно, правда, не брали. Вот сейчас появились у нас в магазине. Привет! Ну не кричи, так, малыш. Привет! Взяла такие котлеты. Они куриные. Лика такие любит. Мы сейчас будем есть горшочки. Лика сказала, что горшочки она не хочет. Поэтому приходится что-то придумать. Пожарю ей такие котлетки сейчас. И хочу вам кое-что еще показать. Буду делать салатик овощной. И, короче, сегодня в нашем магазине купила вот такое масло. Расскажу почему. Посмотрела какой-то обзор очередной на продукцию фикс прайса. Одна женщина вот такое масло показала. Сказала, что оно очень вкусное для салатов. Вот. И я сегодня не поверить. Оно называло кик-магазин, где можно купить. Мы пришли сегодня в Дикси. И в Дикси оно причем со скидкой. Так что сегодня попробуем. Потом вам скажу, как оно вам. Как оно. Лика еще показывает класс, но мы еще пока не знаем. Вот. Так что вот так. Оборвала Лику на полслова. Сейчас она скажет. Я уже чувствую, что это будет максимально вкусное масло. Прям вот чувствую я это. По виду вижу. Оба в планку встали. И Тор тоже хочет все постелить и встать в планку. У меня отлезет. Спортсмены мои. Кстати, они... Лика, жопу опускай. Так, ну Лика, ну это я начала снимать... Было 18 секунд, а начала я снимать минут, секунд через 10 после того, как вы это стали. Я... У меня проблема в том, что... Я долго стою, у меня поясница сезона. Лика. Я такая сильная. Мама, сын, пожалуйста, мне сейчас не до этого. Купили Лике вчера костюмчик. Вот же такой розовый классный. Потом попозже расскажу. О, пап, ты где-то 50 минут, по-моему, простоял. 50 минут? Да, 50 минут. Главное, Тор самый... Он тоже, вы мне даете постелиться, мы тоже надо постелиться на планах. Субтитры сделал DimaTorzok помогает проходит молодцы и еще папа помогает дочери молодец хочу сейчас заварить чаек смотрите я беру такие смеси заморожены только я не сразу все использую частями сейчас я отсюда положу всю смесь и мы хотим заварить наверно сегодня ван-чай у нас есть вкусный ван-чай вот будем чаевничать сейчас по выберу какой ван-чай с добавкой будем чаевничать сейчас я покажу так вот я вытащил облепиху сейчас я сюда сверху еще поставлю сейчас буду сыпать иван-чай вот так одной рукой не открою сейчас такой у нас иван-чай он с черник и смородины яблоки милиции плюс облепиха имбирь это вообще будет мегавитаминный сбор ван чай мама привозила она по-моему брала с костром а это с костром и поэтому где из костром и она разных привезла сегодня будем пить такое сейчас буду заливать смотрите он прям вот с разными кусочками яблочки тут смородиновый лист сам иван-чай очень прикольный мне прям очень нравится и заливаю какая щас вкуснятина назову это всем привет я сегодня еще не была в кадре пить и смысл какой-то красный есть такая дуня-дуняша короче это я накрыла себе полотенце сашими здесь мокрое мокрый халат футболка короче вот мыла голову еще все заливайся на голове у меня сейчас маска я одела сверху шапку такую полиэтиленовую и сверху замотала полотенцем а маска сейчас покажу вам какую я делаю это та самая маска которую мы купили фикс прайсе вот эта маска написано что она питательная маска для сухих ослабленных волос но не знаю поможет она или нет мне большой такой объем продается за маленькие деньги ну как обещали бы экспериментировать но я сейчас стою и мне почему-то кажется что у меня щипит голову может быть это кажется может быть и правда мне только антиаллергии на нее сейчас буду смывать наверное не буду ждать 15 минут и смою вот сегодня мы как-то очень мало всего снимали потому что особо то как-то мы все по домашним делам суетимся что-то суетимся вонер шумит это да слышно вентилятор вот такой очень происходит на что-то поснимала рецепт чая вам сняла еще может быть будет полезно и вообще вот мы любим всякие такие че буду вам показывать во влогах вот а мне сегодня привезут новый аккумулятор мы себе пошли заряжать заряжать машину заводить машину и она опять не завелась и ну понятно что это аккумулятор уже много лет и где не сказал чтобы менять и уже заказала уже сегодня привезут так что я жду наконец-то настал тот день когда я перемою все свои кисти сложил их в раковину мою я при помощи вот такого сердечка силиконового как бы не говорили что на алиэкспресс нет ничего полезного в общем вот этот заказывал что за какие-то копейки на али мне пришло и вот теперь я до сих пор им пользуюсь сюда я наливаю обычный шампунь любой которым я сама мою голову и мою просто эти кисти и и Вот такое у нас чаепитие получается. Цвет такой мутный, потому что вам чай дает такой цвет и уже так сильно достаточно стоялась облепиха. Сидим, чаевничаем на кухне. Мама вяжет. Вяжет она кое-что в подарок. Сказать не могу. Но будет очень классная вещь. Вот такое вот чаепитие. Прям мегавитаминный чай у нас. На ужин буду делать запеканку. Вот у меня варится картошка. Ой, как я парком-то отдала. Уху-ху. И это, жарю фарш. Картошки много сюда входят на запеканку. Я делаю большой фарш, потому что это не очень любит. Фарш я просто солю. И еще что-то я поперчу. И все. Больше я ничего не буду брать. Фарш люблю, когда просто. Сейчас фарш возьмаю. А вот это сырый фарш. Ой, хочу добавить. Сырый фарш. Видите, приготовь его здесь. Пожарим, чтобы выбрать. Вот. Сейчас, короче, это пожарится. Картошка сварится. Я всегда сейчас без масла, без всего. Потом ей поположу кусочек сливочного масла. Он такой, ну, придает приятный вкус. Паршу. Такой вот у меня получается сливочный. Вот, картошку мы сейчас, Денис, придет потолчет. Будет пюре. Потом я буду... Очень простая, на самом деле. Это, ну, готовится, я думаю, многие знают. Ну, знаете, это как вот, к чему показывает. Я предосмотрю, какие-то влоги чьи-то. Там что-то готовят. Ну, в принципе, я это знала. Ну, это как такое напоминание идет. Смотришь, вроде. Ага, точно, надо тоже приготовить. И вот, как бы готовлю. Хочу завтра в Инстаграме провести экспресс-конкурс. Прям экспресс он будет, быстрый. Подарки там... Ну, не то, что там не будут ни подарки. Там будет, ну, в какой-то мере подарки. Не знаю, как это назвать. Ну, короче, он будет прикольный. Подписывайтесь на наш Инстаграм. Посмотрите. Завтра я выложу в сторис. Это будет... Ну, да, не, скорее всего, а в сторис. Это будут условия, что нужно будет сделать. Вот. И победить может каждый. Что хочу сказать по поводу маски для волос. Волосы мягкие, реально. Волосы стали гладкие. Волосы легко расчесались. У меня были запутаны сзади. У меня есть проблема путания волос сзади. Но она утяжеляет. Она делает, да, волосы красивые. Посмотрите, это просто посушено феном, без утяжка. Но она утяжеляет и так немножко ужирняет, так скажем. Ну, я так называю. Но неплохая. Ну, она утяжеляет, наверное, как раз за счет того питания. Ну, и потом я много себе положила, конечно, носки. Я так люблю обидненько. Вот. Вот такая вот история. Ну, и с машиной у меня не все так просто. Но это сейчас все выяснится, когда я вам попозже расскажу. Вот. Буду готовить запеканку. Тошечка сварилась. Я туда уже бросила сливочное масло. Сейчас мы выливаем молочко. Перед этим я его подогрела. Лучше теплое молоко лить. Смысл как в фарш и в огне. Пипец. Какой это деревенский был. Просто. Наверное, все-таки надо самим только делать фарш. Это просто нет слов. Сейчас буду толочь картошку. Вот. Единственное, когда это настынет. Первый слой картошки я положила. Сейчас будет все сверху плавить фарш. Теперь уже второй слой картошки я положила. Значит, у нас идет один слой картошки, потом фарш, потом второй слой картошки. Сейчас я поливаю это яйцо со сметаной. Я взбила. Кстати, знаете, что самое интересное? Это рецепт моей свекрови. У нас почему-то дома, как мы в нашей семье, никогда не готовили запеканку картофельную. Когда я пришла к своему мужу в дом, свекровь моя готова сладко запеканка. Но это вкусно у меня было. И вот я научилась и тоже делаю. Сейчас все это смазываю и ставлю в духовку где-то на полчасика. Ну, у показателя обычно корочка темнеет сверху. Значит, она готова. Вот такой итог у нас получился. Она хорошо пропеклась. И сейчас я вам покажу, какая она мягенькая. Ой, я прям вот так люблю эту корочку. Вот так она хлопает. Денис, а помоги мне. Я хочу положить на тарелочку, показать, что там получилось. Подержи. Сейчас тарелочку возьму. Смотрите, как все развалится. Ну, я попробую. Вот такая красота получается. Сейчас она будет очень горячая. Надо накладывать, чтобы стыло. Вот и все. Такой у нас ужин. Мы сидели-сидели и решили поехать в Фикс Прайс. Долго думали. Время полдевятого. Еще нет полдевятого. Как это? Нет, еще полдевятого. А, время 8. Так, поэтому мы едем в Фикс Прайс. Потом, наверное, два шара. Ну, сначала мы с нас едем наоборот. Сначала в Ашан, потом в Фикс Прайс. Потом просидели, протупили. И получилось наоборот. Потому что Фикс Прайс закрывается в 9. Вот. Так что едем. В общем, заехали мы в Фикс Прайс. Не стала снимать. Там очень много людей. Какая-то суматоха. В очереди простояли. В общем, вот что я взяла. Значит, это подарок одной девочке. В общем, что мы здесь можем увидеть. Это домик светящийся. Вы, наверное, уже видели. Лика мне тогда подарила его тоже в видео. Мне он очень понравился. Поэтому я думаю порадовать тоже девочку. Такая свечка. Она очень вкусно пахнет. Даже сейчас я чувствую. Носочки с барашками тепленькие. И крем-мыло. Для рук и лица. Нет. Для рук и тела. Вот. Такая новогодняя открыточка. Здесь пожелания. Я еще впишу тут свои слова. Вот. И коробочка. Бюджетненько. И много всего. Мне кажется, это прикольный вариант. В общем, мы в Ашане. И глаза разбегаются. Я хожу тут как-то пришибленная. Здесь все такое новогоднее, атмосферное. А еще там стоит Дедушка Мороз. Но мы к нему пока не пойдем. Рано еще. Да, еще рано. Еще месяцок потерпеть. В общем, здесь очень долго. Это просто. Вы посмотрите. Как можно вообще мимо всего вот этого вот, мыш-мыш-мыш, проходить. Вы посмотрите, какая прелесть. Ну, это что-то с чем-то. И вообще, здесь шарики все классные. И вообще, и просто это... Ну, как это вообще? У меня нет слов. У-у-у-у. Посмотри, это необыкновенная штука. Белочка. В общем... Ого! Тут столько классных статуэтечек, фигурки животных. Напряжен. А, нет, это волчонок. Нет, это, наверное, как этот... Бесец, что ли? А, да-да, наверное. Только все без хвоста. В общем, здесь вот все настолько атмосферно, что хочется уже Новый год. Правда, очень хочется Новый год. Уже не такое предновогоднее настроение, а именно новогоднее. Вот эти вот зверята на ножках. Ну, вообще прелесть. Просто прелесть. А вот ты роняешь. Я роняю. Тут роняю. Спасибо. В общем, ладно, пошли мы покупать продукты. Надо сдерживать и держать себя в руках. Да, пошли. Ой, ребятки, я уже опять с пучком на голове. Сейчас прилегла на кровать и поняла, что я просто залипаю. Поэтому я буду ложиться спать. Время полодинства. Я, видимо, сегодня очень устала. Сегодня какой-то и продуктивный день. Я не был, в принципе, спокойный такой домашний. Там, занимались домашними делами. Поэтому, как бы, ничего такого, мне кажется, мы не наснимали. Вот. Ну, как бы то, что было, то и показали. Вот. Но я, видимо, устала. И прям вообще я поздно вчера легла. Рано сегодня, как вы знаете, проснулась. И все. У меня прям глаза закрываются. Я хочу попробовать лечь спать. Как раз вырвание, может быть, свой... График. Потому что сложиться в 2-3 ночи каждый день, это очень тяжко. Вот. Желаю вам спокойной ночи. Ну, вы этот влук... Нет. Спокойной ночи я вам не желаю. Вы этот влук, видите, с утра. Я вам желаю хорошего, легкого понедельника, начала недели. Мы все помним, что впереди Новый год. Сейчас настроение у всех должно быть бодрячком. На работах у людей уже начинаются поздравления, корпоративы. При этом, ну, я знаю, что сейчас растут в продажах, например, объемы продаж, конец года. И вы обслуживающий персонал тоже много сейчас работ. Вот. Но при этом настроение у всех позитивное. И вам я желаю начало хорошей рабочей недели. Вот. Я буду спать. Алика еще не хочет пока. Денис вроде как тоже. Но они без меня не будут записывать. Конечно же, вам прощай. Ну, как сказать... Концовку не будут записывать. Поэтому приходится мне так рано. Вот. Ну, смотри. Вы посмотрели влог. Надеюсь, он вам понравился. И напишите, ну, кто смотрит. Действительно, я очень прошу, напишите. Интересно ли то, что я выкладываю, то, что мы готовим. Вот такие вот кукинги, кукинги это называется, делаю. Потому что готовлю много. Готовить я люблю. У меня много рецептов в запасе. И я могу показывать много вам. Вообще, кому-то это интересно. Просто я делаю это исходя из своих интересов. Мне нравится смотреть, когда кто-то готовит. Я как бы вспоминаю. Либо я беру новый рецепт для себя, это готовлю. Вот. И ставьте лайки, подписывайтесь, пожалуйста, на нас. Хочется все-таки увидеть, сколько реально у нас подписчиков. И плюс ко всему... Я успела, я услышала и пришла. Все тебе за синяк как будто под глазом. Худе. Вот здесь. Избивают меня. Да. Вот. И что еще? А, ну и бывает, что разовые пользователи у нас смотрят. И, конечно, часто многие не досматривают до конца. Но если вы уже посмотрели, попробуйте, подпишитесь на нас, хотя бы на какое-то время. Посмотрите в наши влоги. Может быть, понравится. Не понравится, отпишитесь. Да. Подписки тем более бесплатные. В комментариях расскажите, если вы тоже снимаете влог или что-то, расскажите о себе. Мы подпишемся на вас. Будем дружить вместе, смотреть друг друга. Это здорово. Ну и спасибо вам, что терпите, как бы для нас это важно. Пока-пока.